Ну вот с противостоянием НАБУ и НАПК все гораздо сложнее. Запуск работы бюро и агентства стал возможным благодаря сотрудничеству Украины с западными странами. В том числе и в рамках выполнения обязательств по безвизу. И если работа этих органов будет заблокирована, последствия могут быть самыми печальными. Некоторые политики уже даже вспомнили о европейском механизме при остановке безвиза. Мол, если в сфере борьбы с коррупцией в нашей стране будет наблюдаться регресс, то европейцы могут ударить и по безвизу. Как далеко зашла война антикоррупционеров и какие претензии они предъявляют друг другу, напомнит Алексей Пшемызский. Антикоррупционный раздор. Двое главных борцов с коррупцией в Украине объявили войну друг другу. Бои идут уже год, а вот последнее обострение началось с дел семейных. В НАБУ решили допросить свекровь главы НПК Натальи Корчак. Детектив приехал к ней домой, а та заперла его в квартире. Откройте, пожалуйста, дверь. Вы меня приносили в дом. Я пришел к вам с вирусальными документами. Я вас приглашала к себе в дом. Да я никому к себе в дом не приглашаю. Хотите сказать, что я вломился к вам? Да, вломился. В смысле? Я являюсь удержанным против своей воли. Я являюсь службовой особой при управлении посадовых оборудов. Не могу выйти. Закрыли дверь. Ключи забрали. На подмогу детективу приехала полиция, а на подмогу свекрови невестка Наталья Корчак. И только тогда детектива выпустили из заточения. Якобы женщина приняла его за мошенника. Я взяла ключи и просто положила ключи. Я и внук, и он... Внутренние ключи, да? Да, да. И все. И он остался. И мы остались с ним. В НАБУ утверждают, хотели вызвать свекровь главы НПК на допрос по так называемому делу о паркоместе Натальи Корчак. Еще летом журналисты обвинили ее в покупке автомобиля Шкода Супер-Б, который она не задекларировала, а оформила на свекровь, у которой даже прав нет. Но машина стоит именно на паркоместе Корчак, и она ей активно пользуется. Мы этой машиной используемся в этом году. То в декларации за 17-й год, которая будет подаваться в следующем году, конечно, задекларируем свое право использования. А вот НАБУ Корчак обвинила в сведении личных счетов. Мы выкликаем пана Ситника до себя в НАЗК для дачи пояснений. И он не приходит. Адмістративная ответственность за неподдание информации на запись Национального агентства. Все. Это его помста такая? В НПК Артема Ситника подозревают в нарушении антикоррупционных законов. Якобы он неоднократно поручал представлять свои личные интересы в суде сотрудникам юридического управления НАБУ. Мы, как антикоррупционный орган, направили соответствующий запись до Национального антикоррупционного бюро. В тот же час мы отримали от них за подписом руководителя, директора антикоррупционного бюро, отмогу. Эта отмога была не обгрунтована. В итоге директора НАБУ даже вызвали на допрос. Без работы агентства не осталось. Спустя несколько дней антикоррупционер стал фигурантом еще одного куда более громкого скандала. В интернете появилась диктофонная запись, на которой человек, чей голос похож на Ситника, общается с журналистами, раскрывая детали громких дел. Мартыненко, Кулика. Рассказывает, что полтора миллиарда долларов Януковича вернули, нарушив закон. Он говорит и о том, как ведут расследования против экс-нардепа Анищенко. У нас есть угоды по Анищенко. Задача нам найти чувака. Спросите, кто в вашей организации Януковича? Сколько платите? 20 долларов? Вы? Нет, ну это не так смешно, как кажется. А, ну было хорошо. Сколько у нас там нарисовано к этому делу? К какому количеству имущества ты к Акашке непосредственно не имеешь отношения? Не имею. В МВД уже заявили, что Ситника теперь могут обвинить в разглашении гостайны. А сам директор НАБУ не исключил даже возможность своего ареста. К разборкам украинских антикоррупционеров подключился и Запад. В Трэнспаренси Интернешнл призвали временно отстранить от работы Наталью Корчак, обвинив ее в срыве проверки электронных деклараций. Есть свидетельства о том, что это не только халатность, а, вероятно, и политическая зависимость. Это, естественно, должно быть расследовано, должно быть или распространено, или доведено, что эти факты есть. На время собственного расследования было бы очень хорошо, чтобы не заважать следствию, отстранить фигурантов. Если антикоррупционеры и дальше будут воевать друг с другом, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, это может стоить Украине как минимум финансовой помощи от ЕС. А срыв Е-декларирования может вызвать Брюсселя и споры об украинском безвизе. На поверхности это выглядит как борьба на ЗК и НАБУ. Причем в этой борьбе идет взаимодискредитация и одного, и другого. И проблема создания антикоррупционного суда, которую наши западные партнеры, в том числе и с помощью МВФ, Международного валютного фонда, хотели бы решить до конца этого года, а может быть не решена. Немедленно прекратить информационные войны НАБУ и НПК призвал президент. Иначе не исключено отстранение и Сытника, и Корчак. А значит работа агентств застопорится на неопределенное время. И многим это было бы очень выгодно. Алексей Пшемыский, Сергей Килимник. Подробности в неделе. Телеканал Интер.